Студия «Ночной такси» представляет программу «Стартовая площадка». Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей. Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Стартовая площадка» и вот это лёгкое этническое начало сегодня охарактеризует наш эфир. В гостях у меня небезызвестные вам, дорогие друзья, тем, кто нас давно знает, смотрит и видит, и, главное, слушает Армен Аганесян и моя сегодняшняя гостья вместе с Арменом – это Регина. Ну, я думаю, что лучше вас, а вас никто не расскажет. Ну, я немножко про себя расскажу. Кто не знает, а кто знает, сами лучше поймут. Я занимаюсь тем, что я композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, звукорежиссёр – это всё то, что я делаю здесь, на студии или у себя. Регина – певица, поэтесса. Правильно я говорю? Правильно. И твой соавтор. Плюс мой соавтор во многих песнях. Поэтому хочу сказать, что у неё уникальный голос, узнаваемый сразу. Может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится, но я думаю, что на земле полно людей, которым это больше всего нравится. Благодарю. Я хочу сказать, что Регина – одна из немногих людей, которая, в принципе, за границей, конкретно в Испании, нашла себе работу в оркестре, который взял её с руками и ногами за её голос, за её внешний вид. Ну, дорогой мой, это произошло не сразу, но достаточно быстро и неожиданно. Ну, сначала я некоторое время искала работу в оркестрах, я собрала достаточно информации о самых крупных и известных оркестрах и стала им звонить. И выяснила, что, оказывается, набор нового состава происходит в марте месяце. И я опоздала. И я очень расстроилась по этому поводу. И когда я уже потеряла надежду, вдруг раздался звонок, и мне сказали, что в оркестр срочно нужна певица, могу ли я прямо сегодня приехать. Я, конечно, радостно согласилась. Приехала, прямо попала на выступление в огромном зале. То есть концерт уже был. Да, это уже шоу конец. Беспроский шоу, в конце концов. Создавителем. Да. И мне говорят, ну, посмотри по нашему репертуару, какие ты песни можешь спеть. Я говорю, ну, вот эту спою, вот то спою, по-испански, по-английски. Они говорят, вперёд, давай. И меня объявили, что выступает певица из России, публика меня очень горячо приветствовала. И я вышла, и буквально вот оркестр меня сходу подхватил, и очень хорошо всё получилось. И после того, как я эти песни исполнила, мне сказали, ты принято, пойдём подписывать контракт. Да, можно ещё... Прямо как в сказке. Да, в общем, получилось. А вот вопрос, когда ты эти песни знала, ты их изучала, или там они всё одно и то же поют? Да, в общем-то, вот этот репертуар праздников города, концертный репертуар, мало меняется. То есть они как традиционные люди. Да, да. Те песни, которые, в принципе, можно, могла бы узнать раньше. Нет, раньше я их не знала, но... А как ты узнала их во время концерта? Там очень большой репертуар, просто я посмотрела лист. Просто ты выбрала те песни, да? Я выбрала те, которые я знала. Регина, расскажите, пожалуйста, а как так случилось, что вы оказались в Испании? В 99-м году, когда произошёл кризис в России... 98-й. А, 98-й, правильно. Да, 98-й, точно. Это был... Я даже могу сказать, что мы уехали в ноябре. То есть, по сути, это был конец 98-го, поэтому я считаю, уже с 99-го. Понял, понял. Вот, и произошёл кризис, мой муж потерял работу и обрёл её в Испании. Как неожиданно. Да, а я к тому времени как раз только-только закончила институт культуры эстрадно-джазового отделения. Ох, институт культуры. А я, кстати, слышал... Наказание какое-то. Культуру и искусство, я правильно понял. А? Культуру и искусство, я правильно понял. Институт культуры, да. А я слышал, что сейчас на миллионы у нас закрыли. Это правда, нет? Ну, после таких певиц, кого ещё можно там... Согласен, согласен. Вы знаете, я просто очень долго отсутствовала. Я совсем недавно в городе. Как давно? С февраля месяца. Ух ты. То есть, у вас не было очень давно. Да, я 20 лет я прожила в Испании, и вот недавно вернулась. — Скучали? — Я не очень скучала, потому что часто здесь бывала. Но бывала ненадолго, где-то 2-3 раза в год я приезжала, потому что моя семья, все мои друзья здесь. Ну, да, скучала. Но каждый мой приезд — это был праздник. — Я думаю, хочу вернуться к этому бархатному, чувственному голосу на испанском языке. Вот эта песня следующая, она была аранжировкой, не я её делал, она была сделана аранжировочками в Испании, да? — А какой песня? — «На дистанция» у нас идёт сейчас. — А, «На дистанция». — «На дистанция», да. Ты приезла, и мне голос, и гитару уже писал я от фонаря. Я не знаю, что там в Испании. — Великолепно получилось. — Уже в Испании нет гитаристов, что ли, там? — Ну, кроме «Покуда Люсия». — Возможно, таких нет. — Ну, давайте послушаем, да, спасибо большое. Давайте послушаем эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Стартуем вместе!» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше вверхSk Дальше вверх firearms عل Rodrigues Подписался ДimaTorzok Им step 2 od garantche Мальчик Мы послушаем НОЧНАЯ ПЕВИЦА Урока Хорошо себе вели не тратили время Жутко интересно, слушаем. Ночная певица, забава толпы, Недолго продлится твой век красоты. Другая моложе и ярче придет, И песню твою до конца допоет. Вечер плачет в сердце дожди, Вечер, значит, снова иди, Снова пой перед праздной толпой, Вечер, но только не твой. Снова пой перед праздной толпой, Вечер, но только не твой, не твой, не твой. А годы пройдут в ресторанах, как дым И с ними мужчины один за другим Теперь оставляем лишь деньги свои Осягшие сердце и видно мечты Вечер плачет в сердце дожди Вечер, значит, снова идти Снова бой перед праздной толпой Вечер, но только не твой Снова бой перед праздной толпой Вечер, но только не твой А может быть жизнь лишь обманчивый сон И с утренним солнцем развеется он Проснешься и прочь улетишь от земли И станешь звездой безымянной, да и Стань звездой, стань звездой Околы шепчут, стань звездой Стань звездой, стань звездой Вечер плачет в сердце дожди Вечер, значит, снова идти Снова бой перед праздной толпой Вечер, но только не твой Снова бой перед праздной толпой Вечер, но только не твой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возможно в моих южных армянских корнях, потому что я наполовину армянка Я не знаю, а я радуюсь, опять показаниям армянского нарушения Может быть благодаря этому в какой-то степени отчасти у нас с Арменом такое взаимопонимание Потому что я, честно говоря, была сама поражена Я для себя открыла человека, просто его многогранность, таланта И с этого альбома, вот это был первый альбом, который мы вместе записывали И я была удивлена, насколько мы друг друга с полуслова понимаем То есть это тот случай, когда вы прям идеально подошли? Абсолютно Это очень на самом деле важно и очень хорошо, я вас с этим поздравляю И работа просто была каким-то необыкновенным удовольствием Ну мы делали так, вот Регина делала Это даже была не работа, это действительно был такой полнокровный творческий процесс Сделав текст, когда я какую-то музыку подбирал, армянемент Не хватало там нескольких слов, или наоборот, много слов И мы шли на то, чтобы Регина переделывала слова Даже так? Конечно Я, честно говоря, первый раз слышу, чтобы слова переделывали под музыку Не слова, а какие-то Ну понятно, это просто шлифовка текста Это был такой взаимный процесс, да, буквально по ходу записи Это потрясающе От этого музыку выигрывало, а не кто-то там отдельно Текст тоже выигрывал, потому что все замечания были в точку Как говорил Леонард Дагичи своим ученикам, когда они приносили скульптурку Говорит, вот какая должна быть композиция, они такие с ручки Он говорит, скиньте ее с горки, и все лишнее отвалится Вот мы, в принципе-то так Неплохо, надо будет запомнить Ты с горки меня уброшь Нет, тебя с горки не сброшь Но мы же не знаем, что Армянаганец он делает с аранжировками пока нет И что он делает с певиц Нет, я сразу же признаюсь в прямом эфире, я выбираю для своего творчества не только по национальным признакам Вы же меня извините, так вышло И вот на этом альбоме я первый раз вообще почувствовал всю сложность вот этого иностранного слова Не побоюсь этого, саунд-продюсера Вот с этого момента поподробнее Мне тоже стало интересно А вот говорить об этом много не надо Давайте послушаем одну Да, и следующая песня будет Но еще перед этим я хочу сказать, что этот альбом весь снимал Царство Небесное, наш друг, твой папа Александр Фрумен И он снимал в ДК Горького Было очень много гостей Приезжал и Буланова, и Капучино В составе которой я был И выступал я сольный И там много-много исполнителей было Приезжали все, поздравляли Регину с первым альбомом Это все вышло на DVD Да, очень красивая съемка Великолепный фильм получился Да, ну давайте Потрясающий Послушаем, что такое саунд-продюсер Девять жизней песня называется Слушаем Девять жизней песня Девять жизней Есть у Коши Девять жизней Так и немножко Я В семь восемь Так глупо Прожила Восемь жизней Так и бездарно Ты мне встретился случайно Рыть С тобой хочу В девятый дня Первая жизнь прошла в подмале А во второй меня продали Третья насмерть с миром билась Но в четвертый я смирилась В пятый покое В шестой несчастье В жизни сих пор искала власти Только в восьмой Прозрение вновь Все, что нам надо Это любовь Это любовь Это любовь Девять жизней Есть у Коши Девять жизней Так и бездарно Я В семь восемь Так глупо Прожила В восемь жизней Так и бездарно Ты мне встретился случайно Быть С тобой хочу Девятый я Первый была Дурной блондинкой А во второй Дурной брюнетой Третья жила Одна на лединке Но потом Чужим на ветке Вечно стреляет До права Нрава Гордо гулять Налево Стерва Все было Лишь Одна Забава Все, что нам надо Это любовь Это любовь Это любовь Девять жизней Есть у Коши Девять жизней Вновь Я Всех восемь Так глупо Прожила Восемь жизней Так и бездарно Ты мне встретился случайно Быть С тобой Девятый я Девятый я Девятый я Девятый я Девятый я Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В эфире «Стартовая площадка» Да, дорогие друзья, мы продолжаем «Стартовую площадку», и сейчас мы слушали композицию под названием «Алиса». Я специально выбрал последние три композиции «Алиса», «Девять жизней», «Ночная певица», потому что я хочу немножко рассказать чуть-чуть в двух словах о том, чем я сейчас занимаюсь. Я занимаюсь еще помимо своей музыкой, помимо Регининой, я еще занимаюсь, мне предложили написать мюзикл Сергея Николаевича Сметанин. Мы с ним сделали два уже мюзикла, один военный, другой, Нижегородский театр драматически играет тоже, ну, в таком музыкальном, юмилитическом стиле, в общем. А сейчас он предложил мне, послушав всю эту музыку, которую я делаю на студии, и те песни, которые мне прозвучали сегодня, еще попросил собрать меня все, и, будучи сам великолепным мелодистом, композитором, предложил мне идею всей его жизни сделать мюзикл на Дарьяна Грея по пьесе, по книге Оскара Уальда, Уальда, Дарьян Грей. И поэтому я ему еще буквально позавчера предложил взять... Подождите, я сейчас, если я ничего не путаю, 50 оттенков серого. Да. Нет, это не 50 оттенков серого. Нет, ну это же как бы что-то там про Дарьяна Грея. Да, портрет Дарьяна Грея, да. Вот, портрет. Портрет Дарьяна Грея. Ну, я так сокращаю уже, это рабочее название. И я думаю, что несколько тем, конечно, все я ему складываю, он как режиссер, он там найдет куда им применение, и очень хочет, чтобы именно я стал композитором этого. Ему это понравилось. И я до этого говорил, что мне нравится, нравится не только людям простым, но и великолепным музыкантам, грамотам. Вот к чему-то я сижу и думаю, что-то я, походу, пропустил. Но нет, нет, ничего я не пропустил. Ну, знаете что, об этом я не могу говорить сам про себя. Пускай когда-нибудь мы, может быть, здесь на студии встретимся. Почему нет? И когда будут первые уже готовы, ну, хотя бы 3-4 произведения, которые конкретно... Мы можем разбавить одно другим. Вы же придете вместе, если придете, мы можем и вас послушать. Да, конечно, мы будем об этом говорить, и его композиции какие-то, вы услышите, великолепные. Отличная идея, я предлагаю прямо в эфире договориться, чтобы потом было доказательство. Сергей Николаевич, нас слышите? Пожалуйста. Все, мы вас приглашаем. Вот, ну что, это мы про мюзикл поговорили, потом у Регины появилась... Это мы про планы уже так потихонечку. У Регины появилась идея. Это... Расскажи мне подробнее, я до сих пор не понимаю. Я 20 лет прожила в Испании, узнала очень много продюсеров, музыкантов, студии. И вот я была поражена, на самом деле, тем, что насколько в России у музыкантов высший уровень по сравнению с испанскими музыкантами, да простят меня, коллеги. В каком плане? Я просто хочу сказать, что вот я когда с Арменом познакомилась, я была поражена многогранностью его таланта и тем, как он пишет музыку, как вот он чувствует материал, как он работает с другими музыкантами, как он сам чувствует музыку, вот его техника исполнения. И я считаю, что в Испании для него нашлось бы масса интересных вариантов. И я ему об этом сказала и предложила поработать немного в этом направлении и предложить наши совместные плоды творчества на Sony Music, на Bali Music, на английском языке, на испанском языке. Это, конечно, нужно будет переделывать, корректировать. То есть, Регина, вы хотите сделать совместный проект не только как с самым продюсером, звукоежиссером, композитором, а ещё и как с вокалистом. Я правильно? Да, я забыл про это сказать, что я ещё немножко пою. Он ещё и поёт. Немножко звучит мой голос. И следующая песня, чтобы нам успеть, она так и называется, как она у нас называется. Кстати, про композиторов тут не написано было, но, в принципе, мы написали тут общие самые хвалить друг друга. Это там пометочка, да? Да, пометочка. Я голос, она музыку мою. Но, как говорится, сто раз скажешь халва, слащененькую борту. Дорогой мой, я тебя не хвалю. Я подпишусь под каждым словом, которое я сказала. Спасибо, дорогая. Вот следующая тема уже моя, которая немножко в другом стиле, конечно. Я поменьше аранжировки сюда, как говорится. Я не прячусь из аранжировки. У меня немножко выпрячивает другая тема, мелодическая. Более она, как бы, естественная. Она называется Every Time, поэтому предлагаю послушать. Ну, что ж, приступаем. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ю. Стартуем вместе. да дорогие друзья вот так вот на контрасте мы вместе стартуем ну вот много еще песен есть на английском языке которые надо допивать делать переделать кстати пишет мне конкретно наши общие знакомы лей сан который долгое время здесь работала бэк-вокалисты приехала вышла замуж в тарстан до сих пор я с ней общаюсь я не был знаком ну это папа твой меня познакомил потому что она чудесно пела бэкки просто приходила за полу как инструменту скажешь но это все потом сам понимаешь что вокалисты не всегда ровно поют попасть попасть да здесь работала переводчиком в фирме и потом когда уехала она великолепно написала на три песни на английском языке на мая 3 песни 1 и отдал ну как это можно и будет потом исполнить но по крайней мере она японская вишня самая похожа на японочку так вот я думаю что полночки от хорошо люблю гоночек на татарочка и сам гарипова там почти близко армян вот объясни мне насколько тебя знаю ты столько репертуара для себя написал на английском языке на русском языке когда ты им займешься надо все собрать записать и ехать в испании и показывать там весь свой репертуар на английском языке поехали потому что да я там знаю много продюсеров и агентов ну да нужно агенты конечно надо сделать какой то сейчас на рывок страшный надо сделать крутой промо для испанцев ребята смотрите как я могу да это надо хорошо сделать потому что время очень упущены много на заказ писал музыки и вообще вообще а теперь надо немножко это очень хорошая идея потому что я честно признаюсь дорогие друзья вам всем кто здесь сидит нас и слушать я знаком с арменом и достаточно давно мы много раз виделись но всегда я воспринимал вас чисто как не музыканта как вот регина или там еще кто приходит а да не певца и я считаю что пора пора ну вот 30 октября будет съемка у вас а2 до на два грин концерта клуб концерт но мы уже не раз там выступали и мы там запишем две песни одно видео 1 до на видео с ним подчеркнул друг до с ними на видео одна из них называется рабочее пока название матча вот это жесткий тяжелый это я люблю просто такой грязные тяжелый армян будет горячо дорогие очень много очень обещаю очень много тяжелых гитар будет которых я на себе привезу туда в качестве фонограммы и одну песню еще кстати в матчу эту песню чисто регинина у него еще надо за белыми клавишами да это потом я не толерантно не толерантно а мы вырежем потом потом когда вы купили пойдет вы вырежете вот по-испански на игру значит черный так что у нас от испанка я никого не обиделась так если чурошел никто не понял что произошло да в общем но это вторая песня называется ну я хочу еще повторить что эта песня чисто регинина ты и она как композитор здесь выступает об этом мы еще чуть попозже скажем потому что второй альбом был написан как он звался мармышки от гучи да мармышки от гучи и кстати он очень подходит шансом стиле но очень морном драма и морной язык и стиль такой фольклорный будет еще если у нас останется время пару песен мы покажем ну в принципе вот следующая песня называется let it go которые которые так ждут sony music что аж прямо плачет надо убедиться лично слушать конечно но плачет а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мармышки от Гуччи, да глоташь Версачи, грузила прочь. Любви её крепче, мужчина пропащий всю эту ночь. Старкуем вместе! Наш старт, на самом деле, потихонечку подходит к концу. Сейчас я попрошу, перед тем, как мы будем заканчивать, пожелать всем нашим слушателям и зрителям от себя, от сердца, спонтанно, абсолютно не подготавливаясь. Потому что эфир пройдёт, а всё это останется на Ютьюбе навсегда. И будем прощаться песней. И, конечно же, пару слов о песне. Растоящей. Дорогие друзья, я всем-всем-всем вам желаю любви, счастья и приятных сюрпризов. Да, наши слушатели, я вам желаю быть в ладах самим собой, с душой, со Всевышним Космосом. И, конечно, слушайте нашу музыку. Да, надеюсь, мы вас порадовали. Что ж, последняя композиция, расскажите про неё. Последняя композиция называется «Синос Дехо». А не последняя, крайняя, извиняюсь. А, крайняя, ну ничего. «Синос Дехо», если нам позволят. Нам позволят. Мы будем любить друг друга вечно. А что нам мешает, понимаешь? Мы должны до этого, по-моему, будем петь, да? Ну, да, мы должны решиться, в конце концов, испеть её. Пел я на английском, пел я на армянском, а вот на испанском ещё не рада. Я с тобой позанимаюсь. Ну, тогда «Синос Дехо». Ну, что ж, на этом всё, дорогие друзья. Услышимся на следующей неделе. Синос Дехо. Синос Дехо. Синос Дехо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Corazón, y ahí nos vamos Yo creo Podemos ver el mundo amanecer un nuevo día Y yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos con las nubes tercio pelo Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos deja, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos deja, de todo lo demás nos olvidamos Si nos deja, si nos deja, si nos deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!